Всем привет! Сегодня вечер, воскресенье. По телеку идут какие-то там новости. О, Господи, опять про Украину. Так, ладно, а я тут... Время полдевятого, а я тут готовлю ужин. Вот такую вот рыбку пожарила. Так, рыбка, по-моему, называется Судак. На упаковке написано. Так, вот у меня рыбка пожарилась. Я её ещё не попробовала даже. Ну, сучку. Это одна такая рыбина, Судак. Можно было, наверное, две пожарить. Теперь придётся ещё раз возиться. Там ещё одна осталась. Такая же рыбина. А с другой стороны лучше свежую есть, свеженькую. Так, попробовать быть с краешку кусочек какой-то. Так. Ну, так, чтобы без кости. Так, Судак, он с костями? Сейчас попробую. Ничего так рыбка вкусная. Так, рыбка у меня пожарилась. Пока рыбка жарилась, я тут вот начистила картошку. Вот у меня тут картошка варится. Сегодня гуляли по лесу, мечтали о картошке с котлеткой. Что-то. Вот сейчас картошку я сделаю. А котлетки нет, потому что сейчас пост. Пост начался. Мы стараемся соблюдать. Теперь никакого мяса не будет в квартире до 7 января, до Рождества. Вот, рыба только по выходным. А так, среди недели. Орехи. Можно грибов купить. Что еще можно есть? Так, что еще можно есть? Ну, в принципе, там много чего нельзя, но мы сыр едим. Что у нас там в холодильнике? Ну, там сметана есть, творог, масло. Правда, вот яйца тоже едим. Молоко. То есть, с утра будет яичница или омлет. О, там я консерву открывала. Ну, не успела рыбу в обед сварить. Консерву открыли с рисом. Так, ну ладно. Так, яблоки достать надо. А то не холодные. Так, яблоко хочется. Надо помыть, погреть марочку. Так. О, морковки дофига целая это. Так, яблоки. Тут у меня зеленый чай. Так, с чем я хотела чай попить? Уже не помню. Может быть, без ничего, потому что уже вечер. Так, что там у нас показывают? Что-то про Украину рассказывают, про Порошенко. Но я звук убавила, потому что нафиг. Не хочу даже слушать. Так, ну вот, значит. Может быть, это не совсем пост. Ну, не совсем такой уж прям строгий пост мы соблюдаем. Но стараемся обходиться без мяса. Ну, мы не все, конечно, посты соблюдаем. Но вот перед Новым годом, перед Рождеством, вот этот рождественский соблюдаем. Стараемся соблюдать. И вот тот, который перед Пасхой еще там. А, небольшие пасты по 40 дней где-то примерно. Перед Пасхой там, наверное, еще больше иногда дней бывает. Но, по крайней мере, стараемся обходиться без мяса. Все остальное можно по чуть-чуть. И в основном по выходным. Среди недели так по минимуму. Вот с утра ели овсянку с орешками. Там мед еще есть. Есть в обед рыбу с рисом. Ну, так. Консервы там всякие. Ну, эти зеленый горошек, там и баклажаны в банке. Так, ну что у меня тут с картошкой-то, господи. Что-то она никак не закипит. Так, 17 минут осталось. А она у меня еще не закипела. Так, что-то воды она много. Можно вылить чуть-чуть. Так, так что картошка с котлеткой будет в доме не скоро. Где-то после 7 января только. Ну, вот будет сегодня котлетка, будет сегодня картошка с рыбкой. Тоже неплохо, в принципе. Картошку часто нельзя есть. Ну, так вот иногда можно. Завтра сварю, наверное, какой-нибудь супчик вегетарианский. Ну, как всегда, свеклы нет из капусты. Щи сварю какие-нибудь. Будем есть со сметанкой. Ну, вот с той же рыбой. Так, значит, завтра я суп сварю. А рыбу послезавтра еще пожарю вторую рыбину. Ну, так, чтобы не надоедала. Не каждый день, не чтобы свежая была. Чушь, я ее не милет. Можно было, конечно, две. Мне кажется, у меня две бы тут не поместилось на сковородку. Так что по одной рыбине. Я сначала тут что-то это, психовать начала, потому что я чистить рыбу не люблю. А она вся в чешуе. Кстати, я еще лицо не посмотрела. Может, у меня это вся в рыбе, наверное. Ой, не люблю я чешую это, чистить рыбу. Ее и так чистить противно. Но вот эта чешуя, когда она... Это... Чистишь ее ножом, а она тебе и в лицо летит. Вот вспомнила, что надо под водой, под струей воды, короче, надо ее чистить. И нож от себя, чтобы не в лицо. Ну, вот под струей воды вот в раковину положила. И чистила тут рыбу сырую. Теперь яблоки валяются нормально вообще. Так. Так, ну ладно. Сейчас надо чайку попить с чем-то. А потом у меня тут сварится. Ну, какие у меня планы на завтра? Завтра понедельник. Поеду, печати поставлю на справки. Вот думаю, когда ехать. С утра или после обеда к двум часам. В прошлый раз я приехала к двенадцати и до двух ждала, пока главврач на работу придет. Сказали, что она в управление уехала. А вообще-то у нее сейчас туда двух обед. Она, наверное, сначала в управление, а потом домой на обед. Ну, что-то типа того. Я там сидела два часа по двери. А если бы только печати. Мне там дали три справки в прошлый раз без печати. Я не посмотрела. Там, короче, подпись главврача должна быть. Если бы только печати. Меня бы их секретарь поставила, я бы ушла. А там это... Там, оказывается, еще подписи нет. Ну, ничего, съезжу завтра. Вот только не знаю, во сколько поехать. Если так же в двенадцати, вдруг ее не будет опять два часа сидеть. Или к двум поехать, чтобы наверняка. Даже не знаю, как лучше. Посмотрю. Можно и к двум. К четырем как раз домой вернусь, чтобы засыпло. Так. А во вторник мне надо будет одну справку на биржу отнести. Пешком прогуляюсь тут в конце улицы. Через Ленинградское шоссе. Там Старохинг. Центр занятости. Во вторник отнесу справку. Но это если завтра мне их подпишут. Если главврача все-таки не будет на месте, даже не знаю, что делать. Ну, спрошу, во сколько она придет. Если ее вообще не будет, тогда, наверное, справки оставлю и уйду. Во вторник съезжу их заберу. В среду одну отнесу на биржу. В четверг мне опять на биржу идти отмечаться. А уже со следующей недели там я уже буду звонить на работу, которую мне обещали. Сказали числа 13-го позвонить. Сказали после 15-го, но 15-ая суббота. Поэтому я позвоню числа 13-го. Через 10 дней буду звонить туда, куда меня обещали взять. Если позвоню в четверг 13-го, могут сказать, что 14-го приезжаю с утра на стажировку. Ну, там, на полдня или на весь день. Надо будет с собой бутерброды взять. Вдруг скажут на весь день до 9-ти вечера. Ну, чтобы знала, что это за работа с 10-ти утра до 9-ти вечера по 11-ти часов. Ну, там не всегда по 11-ти, иногда до 6-ти вечера. Там на 3-ти часа меньше получается, 9-ти часов. Ну, работать мы будем через день. То есть одна смена кто-то по отчетным, другие по нечетным. А там как совпадет. Иногда до 6-ти, иногда до 9-ти. В понедельнике все выходные. Ну, по крайней мере, на работу через день ездить. Хоть на проезде сэкономлю чуть-чуть. В общем, ладно, разберемся. Ну, как вот. Если меня туда возьмут, куда обещали, значит, мне 2-го января... 2-го января я должна выйти на работу. Значит, через месяц. Мне еще целый месяц сочковать. Вот съезжу печати, поставлю. Два раза на биржу схожу. Потом два раза съезжу на стажировку. И вот последняя неделя декабря, в конце декабря, где-то в четверг, в пятницу. Там еще суббота, по-моему, рабочая по всей стране перед Новым годом. Ну, вот в конце декабря меня там оформят уже официально. Я не знаю, как они... Они хотят, чтобы я 2-го января вышла на работу, но это же праздничные дни. Отдел кадров же не будет работать. Вот как они меня оформят со 2-го января, как? Отдел кадров же не будет работать. Отдел кадров, наверное, с 8-го января только. Как они меня оформят? Это 29-го января. Ой, декабря. Перед Новым годом, последний день. Как вот они меня оформят, чтобы я 2-го на работу вышла? В общем, ладно, пусть они там сами думают. Это их проблемы. Со 2-го, так со 2-го. Можно и с 29-го уж, как говорится. Ой, лишь бы взяли, как говорится. Мне уж надоел без работы сидеть. А с другой стороны, вот... Ну, в общем, сочковать мне осталось меньше месяца. Ну, месяц почти. То есть надо этот месяц провести с пользой. Поубираться в квартире, перебрать шмотки. В общем, будем считать, что это у меня что-то типа отпуска или предновогодние каникулы. То есть, тем более, надо готовиться к Новому году. Если выйду на работу, уже будет там... Ну, если через день работать, это ещё нормально. Вот. Ну, чтобы к Новому году, там вот надо порядок навести. Скоро ёлку наряжать. Ну, там я обычно заранее не наряжаю. Так, за неделю где-то. В общем, ладно. Всем пока. Пойду делами заниматься. Вот у меня картошечка тут вовсю кипит. Так. Сейчас сколько там осталось? 10 минут. Сейчас она у меня сварится. Я потом воду солью. Да, она уже до полготовности. Минут 10 осталось. Так. Сейчас я эту воду потом солью. Залью молоком. Масло добавлю. Может быть, там ещё чего-нибудь. Не знаю. Надо подумать. Интересно. Вот когда картошка варится, туда лавровый лист кинуть можно, чтобы этот аромат был какой-то? Наверное, можно бросить лавровый лист. Вот у меня есть. Наверное, брошу. Так. Ну, ладно. Всем пока. Продолжение следует.